как видите свои колеса скейте я уже снял это дело все предельно просто и я думаю вы не обидитесь если подвески я прикручивать ну что в этом просто абсолютно нету смысла потому что но это никак не влияет думаю вы понимаете колеса были прикручены предельно просто просто они были одеты на подвеске сверху была небольшая шайбочка это не знаю для чего но она была и дальше прикручена гайкой про единственное что хочу сказать то что гайка поначалу было очень туго раскручивать и кстати я пользовался разводным ключом это делать делать гораздо удобнее им чем обычным гаечным ключом потому что бывает что даже под стандартный ну под обычные гайки не подходит ключ что-то неудобно но и вдобавок разводным ключом все-таки удобнее просто откручиваю и снимаешь увидите я вам отчасти даже расскажу как я откручивал подвески это делать то опять же предельно просто также как откручивать колеса опять же я использовал разводной ключ им придерживал гайку которая находится на нижней части деки а сверхней части деки я откручивал даже не самореза болт крестовой отверткой я думаю что можно было пользоваться и плоской но это не столь важно просто придерживаю с нижней части деки разводным ключом прям хорошо держу потому что если я не буду держать то я не откручу а сверхней части деки я откручиваю отверткой ничего сложного конечно пригодится краска такой баллончик у меня он красный также пригодится растворитель или ну любой обезжириватель для этого пригодятся перчатки тряпки и две тряпки зачем две сейчас я объясню 1 1 мы промакиваем этим обезжиривателем и протираем а другой просто нас вытираем чтобы потом уже красить одну тряпку мы промакиваем обезжиривателем а другой протираем насухо чтобы уже очень хорошо покрасить чтобы нас ну чтож одеваем перчатки то есть надеваем извините берем тряпку и промакиваем ее обезжиривателем у меня правда далеко не с первого раза получилось бутылку открыть очень долго видимо она стояла без дела но все-таки у меня получилось вот сейчас получится вот еще чуть все получилось я открыл промакиваем тряпку все очень просто впрочем как и сам весь процесс покраски скейта только работать это все это делать желательно какие-нибудь картонки потерять в общем как сделал я вот выжимать я думаю тряпку не нужно потому что мы шею не полностью так погружали и протираем протеряете лучше тщательно везде во все уголки залезть везде протереть особенно я думаю что нужно затронуть очень хорошо протереть боковые стороны и все вот эти маленькие дырочки и места где часто где поцарапался скейт где пластмасса такая немножко стертая и Субтитры сделал DimaTorzok 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 скейтам скейтам подвески я так что я так решил что оставляю их красить тоже в красный на красном фоне ну как то все красный красный скучно и я их решил покрасить в такой темно-серый матовый или черный тоже матовый поскольку верхнюю часть деки если кто не знает я решил заклеить наждачной шкуркой специально для скейта я думаю вы такие видели у большинства классических хитов у них во всех такие шкурки приклеены знаете деревянные скейт поэтому я решил покрасить их такой черный матовый цвет но увидите почему вы это в следующем выпуске потому что при покраске этих подвесок есть один нюанс который я тоже вам расскажу все подробно покажу так что ждите следующего выпуска какое-то видео здесь вы ждали его будете ждать мой следующий выпуск тюнинга моего скейта что же с вами был миша гущенко тем пока надеюсь мои советы вам помогут и такой небольшой спойлер следующем выпуске мы будем перекрашивать колодки прикреплять новые колеса я вам расскажу немножко про подшипники как их чистить что это что как и мы будем приклеивать шкурку